Композитор Павел Карманов утверждает, что сочинение большинства его коллег это кошмарный скрежет. Карманов одна из центральных фигур на начавшемся только что фестивале новой современной музыки под названием Sound Up. Значит, кошмаров и скрежетов на фестивале не будет, уже радует. Радует и сама возможность слушать живое исполнение музыки, написанной в последние пару десятков лет. Заявленные неоклассика, минимализм, постминимализм, новый академизм, границы между которыми размыты, да и нет нужды их разделять. И даже вникать в смысл этих терминов. Тут атмосфера важна. А она, судя по списку участников из нескольких стран и характеру произведений, честная, если так можно выразиться, будет звучать музыка незаоблачная, слушать которую можно и нужно, не покидая реальности. Алия Шерифулина сообщает подробности. Проект Sound Up для тех, кому в клубы ходить скучно, а в консерваторию страшно. Хедлайнер Павел Карманов – один из самых известных российских композиторов-минималистов, чья музыка тональна, то есть максимально понятна для всех. По словам Карманова, в обществе потребления выдержать классическую симфонию, не отвлекаясь на гаджеты, способен далеко не каждый. Но все без исключения нуждаются в музыке гармоничной. Если представить себе, что существует два мира музыкальных, один, условно говоря, это большой, знаете, на диаграмме такой огромный круг массовой музыки, развлекательной музыки, а второй круг поменьше, может быть, совсем меньше. Это музыка элитарная, предназначенная для ценителей, для людей с большим опытом прослушивания. Так вот, те музыканты, которые звучат в нашей программе, в нашей серии концертов, они находятся вот где-то, если предположить, что эти два круга пересеклись, они находятся в зоне пересечения. Организаторы «За глаза» называют свой фестиваль музыкальным рингом, где соревнуются, сопоставляются и сочетаются российские и зарубежные исполнители. Первые иностранные гости – британский коллектив «Пиано Интераптит». Главный герой здесь – классический рояль, который накладывается на компьютерный экзоскелет. Электронные ритмы, лупы, кличи. Мы хотим разрушить мнение, что современная музыка дискомфортна и деструктивна. Это не так. Мы как будто плетем аудио-макраме, обращаемся к наследию разных эпох, от романтизма и минимализма до джаза и техно. И такую музыку можно играть в концертном зале, на выставках и даже на улицах. По разным площадкам будет кочевать, и фестиваль «Саундапт. Новая музыка» зазвучит в музее «Гараж», электротеатре «Станиславский», музейно-выставочном центре «Рабочие колхозницы» и даже колонном зале «Дома Союзов». Фестиваль растянется на целый год. Чтобы зрителям не наскучил этот неоклассический минимализм, концерты будут давать порционно – по одному в месяц. Алия Шерифульна, Валерий Жиглей, Новости культуры. Творческая кредо композитора Павла Карманова – это ре-мажор. Сам он такого о себе не говорит, но это легко предположить, потому что ре-мажор – это душевный подъем. Ре-мажор – это позитивный взгляд на жизнь, примириться с которой бывает нелегко, а музыка помогает, если она написана в тональности ре-мажор. Минималистическая музыка особенно для этого подходит. В ней много повторяющихся элементов, которые делают ее похожей на сердцебиение, на дыхание, на шаги. Эта музыка физиологически благоприятная. Ее было и будет немало на фестивале «Саундап». О ней мы, большей частью, и говорили с композитором Павлом Кармановым. Павел, есть привычка называть авангардом все, что не традиция, не классика, все называть авангардом. Я знаю, вы не возражаете, когда вас называют авангардистом, но всегда уточняете, что вы авангардист левого крыла. То есть вы предпочитаете сочинять тональную музыку, которая по душе простому слушателю. Вообще, я прошу вас уточнить, на какую эмоцию нацелена, на какую эмоцию публики нацелена ваша музыка, когда вы ее сочиняете, вы и ваши единомышленники. Что за новая музыка? Ну, во-первых, я бы вряд ли назвал себя авангардистом. Я не принадлежу к этому направлению, скорее всего. По крайней мере, если говорить о моей музыке, она не ищет что-то новое, и не занимаясь поисками нового. Я занимаюсь поисками чего-то глубокого. Я пытаюсь вглубь устремляться человеческой души, исследую какие-то уже существующие вещи. И моя главная задача – это порадовать слушателя и отпустить его домой каким-то обрадованным, приподнятым, с хорошим настроением. А вот это и есть музыка для простого слушателя, да? Да, с одной стороны, да, но при этом мне нужно понимать, что я сочиняю музыку исключительно на потребу такому совсем массовому слушателю. Сложного человека вы имеете в виду? Я думаю, скорее, о интеллектуально продвинутом человеке, который устал, возможно, от какафонии сегодняшней жизни, в принципе, и к какафонии музыки, и которому будет полезно и приятно послушать музыку, которая звучит тонально, звучит, может быть, понятнее, понятнее, чем многое другая, и которая, в любом случае, преисполнит его каких-то добрых чувств. Павел, вы утверждаете, что исполнение вашей музыки больше походит на концерты эпохи барокко, когда люди входили, выходили, в общем, чувствовали себя свободно. До тех пор, пока не появился Густав Малер, который заставил всех сидеть приколоченными к стульям и слушать от начала до конца его симфонии «Задай вдыхание». Вы правда полагаете возможным изменить 200-летнюю привычку сломать ее? Ведь сейчас даже на джазовых концертах люди не встают с места. Ну, вы знаете, вообще вот эта форма концерта действительно устарела. И это мы можем наблюдать на концертах в консерватории, где люди, которым сложно, вы сидите. Хватить своим сознанием большие симфонические полотна, начинают отвлекаться, тыкать в телефон, смотреть, что у них в Фейсбуке происходит. И иногда звучат рингтоны совершенно не кстати. Ведь, например, на операх Филиппа Гласа, которые идут во всем мире, они вообще идут по пять часов. Люди, во-первых, там часто присутствуют без обуви, они в носках перемещаются по такому ковролину. Они могут войти, выйти, выпить чашку кофе в буфете, а потом вернуться обратно. В общем, особенно ничего не потеряв за это время, потому что у Филиппа Гласа музыка длится во времени достаточно протяжённым, вот они пребывают в таком каком-то пространстве искусства. Но всё-таки эта музыка минималистическая, как тебе говорят. Вы же минималист? Есть такое, наверное, более точное понятие, как новая простота. Это то, к чему... Сейчас звучит несколько кокетливо. Ну, кокетливо, не кокетливо, но большое количество композиторов уже сейчас взрослых и знаменитых в мире, которые прошли огромный путь авангардиста, такие как Валентин Сильвестров, например, или тот же Арва Пярд, или Владимир Мартынов у нас, они в итоге в середине жизни пришли к вот этой новой простоте. Это так называется. И стали писать музыку, которая ближе к простым человеческим переживаниям. А есть огромное количество моих коллег, которые до сих пор занимаются именно авангардным искусством, занимаются поисками новых средств выразительности. Но это сложная музыка. Сложнее вашей, да? Знаете, может, она сложная, но для кого-то она не покажется сложной. Я лично считаю, что должна быть разная музыка, всякая, для любой публики. Чем больше разной музыки, тем лучше для самой музыки и для людей, соответственно. Да, понятно. Спасибо, Павел. Спасибо. Спасибо.